В Ненецком округе подошел к концу фестиваль «Одаренные дети Арктики». В течение месяца в Наринмаре проходили мероприятия, по итогам которых выявлены лучшие знатоки и мастера своих увлечений. Это Моносовский турнир-конкурс исследовательских работ, региональный этап Ломоносовского турнира 2016-2017 учебного года, чтение имени Антона Пырерки, конкурс для технически одаренных детей «Левша» и «Темпо-квест». Центральным событием фестиваля стала Всероссийская олимпиада школьников. Победители регионального этапа представили Ненецкий округ на федеральном уровне. Яркие аккорды, слитные звучания и, конечно, страстный испанский характер. Ансамбль гитаристов «Вдохновение» школы искусств города Наринмара исполняет испанский танец. Высокий уровень игры гитаристов удивляет. И это несмотря на то, что самому маленькому музыканту всего 7 лет, а самой опытной – 12. Одна из них – Елизавета Лохно. А родители твою игру наверняка уже слушали. Как это они оценивают? Им очень нравится. Каждый день я играю и в восторге. Виртуозно играть ребят умеют не только на гитаре, но и на народных инструментах. Директор школы искусств Ирина Пудовкина с гордостью говорит, что для них, как для педагогов, это самая главная победа. В этом году конкурс был просто шикарный. Участников было немного – 28 солистов и три ансамбля. Но все ребята очень показали достойно себя и показали очень хороший, высокий уровень исполнительства на народных инструментах. Ведь в наше время заставить ребят играть на народных инструментах и убедить, что это здорово и что это надо нам, очень сложно. Пропаганда науки и научных знаний, достижения в науке и научной технике, выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и подростков. Именно на это был направлен фестиваль «Одаренные дети Арктики». За полтора месяца, благодаря различным конкурсам, удалось выявить сотни одаренных детей. Лучшие из лучших сегодня получали заслуженные награды. На торжественном мероприятии чествовали и наставников. Ведь благодаря умению заинтересовать ребенка, создать условия для реализации его потенциала и видеть его успехи – самая главная награда для любого учителя. Работа с одаренными детьми, она всегда очень вдохновляет учителя. И, наверное, это все-таки мечта любого хорошего педагога, чтобы найти таких детей и работать с ними. Центральным событием фестиваля «Одаренные дети Арктики» стала Всероссийская Олимпиада школьников. Всего по Нининскому округу выявлено 183 победителя предметных олимпиад. Это самооценка ребенка, она повышается. Я думаю, что все горды тем, что они выиграли предметную олимпиаду или завоевали звание лауреата того или иного конкурса. Все свои грамоты, все свои победы ребята бережно хранят и прикладывают в портфолио. Также победители и призеры награждены денежными поощрениями, как обучающихся школ, так и обучающихся наших профессиональных образовательных организаций. Цель фестиваля – дать возможность раскрыться каждому ребенку и развить свои таланты. По данным профильного департамента, на сегодня в банк данных одаренных детей Нининского округа записано 229 юных жителей, в том числе 143 в Нарьенмаре и 86 в окружных селах. При этом интеллектуальную одаренность показали 62 школьника, творческую – 40, спортивную – 19.